Я не юрист, как мне говорили, я диалог. Какой беседный бонус. Отличная юг-компания. А здесь у вас нет списка. Давайте убейте меня, знания Милию Струденовичу. Всё? Лужа? Глубокая? Я сейчас ничего не обязану, вот это вот, правильно? Вот это вот нет. Теперь слушаем правильный ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Юридическая компания «Авелон», да, правильно? Акфи-Авелон. А с кем пообщаться, кто руководитель? Смена идёт генерального директора. Ну, смена, понятно. Ну, сменится директор, значит, будет другое. Сейчас-то кто? Ну, его сейчас нет, да. А есть кто-нибудь руководитель? Ну, со мной может. А вы кто? Будущий генеральный директор. А как вас зовут? В Виланде Ольга Владимировна. А вы кто? Ольга Владимировна. А я кто? А вы кто? Я Александр Викторович. Я здесь вообще-то сижу. Вы сюда пришли. И что? Я потребитель пришёл сюда, вы оказываете здесь услуги. А вы с таким опломбом со мной начинаете разговаривать. Присаживайтесь. Это выдох. Спасибо. Как? Я спокойно разговариваю. Непонятно, кто и чему. Чё вам непонятно-то? Вы представьтесь, с какой целью вы сюда приезжаете? Я представлюсь. Сначала должен понять, с кем я разговариваю. Вы какую должность занимаете в организации? Что вы хотели? Вы какую должность занимаетесь? Я юрист. Юрист. А почему вы вмешиваетесь в разговор? Здесь сидит руководитель, а вы юрист, подчинённое лицо, вмешиваетесь в разговор и так по-хамски с потребителем разговаривают. Я с вами вообще по-хамски не разговаривал. Чё пришли? Я спросил, что вы хотели. А прям так спросили? Немножко иначе было. Можем потом вам фрагмент показать будет. Значит, смотрите, у нас вот наша доверительница заключила с вами договор на оказание юридических услуг. По данному договору ваша организация ничего не сделала, и мы хотели бы получить деньги обратно. Мы можем это сделать. Претензию, пожалуйста, пишите, отдавайте, или заявление. А вы кто? Я заместитель генерального директора. Это самый сам, да, который ругается? Я не могу лицо вспомнить, сейчас фамилию скажу, скажу. Заместитель генерального директора. Игорь Алексеевич Соловьёв, да? Да. Заместитель генерального директора. Ну, по должности, да. Ага. Статус адвоката имеете? Ну, почему ты должен быть сейчас статус адвоката? Если вы адвоката статус имеете, значит, обязаны мне, гражданину, представить. Я же вам сказал, почему я должен иметь статус адвоката? Я просто спросил, имеете ли я? Вы же не в коллегию адвокатов пришли. Правильно. Я просто спросил, вы имеете статус? Не имеете. Нет, я-то не имею. В свое время был. Зарешили вас, да? Правильно сделали. Так. Это точно. Так, значит, претензия. Мы же сейчас можем с вами пообщаться по этому поводу, правильно? Так, значит, претензия. Сам текст претензии. Это. Письмо мы получали, да. Ответ мы на ответ присылали. Ответ не пришел. Ну, как, у меня же есть чек, то, что я отправляла письмо. А можно с ответом ознакомиться просто? И все. Мне пришло только извещение, что вы получили мое письмо и все. Я вам на почту даже отправляла письмо. Вы же просили на почту, можно сказать что-то. Давайте, мы ничего не прижимаем. Номер РКО есть? Почта России отправляет? Да, и сейчас найду вам это, это покажу. Я ей почту России отправляла и на электронную почту, как вы просили. Ваш договор вообще самый забавный, который я видел за последнее время. Сейчас мы к нему вернемся еще. Меня вот интересует сама формулировка. Поверенный, то есть ваша организация, удерживая денежную сумму в размере 30%, все бы ничего вроде. Независимо от части средств, которые уплачены на момент расторжения договора. Определенный в соответствии кунду 4.1 договора. При этом указанная сумма удерживается помимо суммы вознаграждения за фактически оказанные юридические услуги. То есть если стоимость договора, заключенного между вашей организацией и моей доверительницей, составляет 45 тысяч рублей, то есть за 30% от этой суммы, сверх стоимости договора. То есть я правильно понимаю ваши формулировки? Я вам должна еще осталась? Секунду. Кроме 45 тысяч рублей, если буквально, а мы юристы, все воспринимаем буквально, текст правильно, да? Ну, наверное, знаете вы это. Я не юрист, сразу скажу. Вы не юрист? Вы генеральным директором собираетесь-то? Отлично, я и в компании, да? Ладно. А вы, получается, что? Просто вас как бы свадебным генералом назначают, что ли? Вот эти вот господа юристы с тревожными лицами, они будут руководить всем этим, да? А вы будете как свадебный генерал-бушер, так называемый, да? Я правильно понимаю? Ну, это мои домыслы тоже важны. Так. Значит, правильно к кому можно обратиться? Давайте к вам, раз вы обижали мою доверительницу. Пообщаемся с вами. Кто вам сказал, что я ее обижаю? Моя доверительница. Вы же забыли, как вы сами пальцетом на меня орали? Я, вы знаете, никогда не ору. Никогда не брете, наверное, да? Нет. Здоровец не брать. Это отличная качество. Почему я должен с вами общаться? А не будет что? Нет. Почему? Ну, пишите жалобу. Пишите жалобу. Пишите жалобу. Идите к кому? Я не знаю, кому вы хотите писать. Так вы советуете, а не жайте ко мне. Пишите претензию. Претензию, да? Ну, по закону, да. А вы юлист? Да. Точно? Точно. То есть, есть ответ на претензию? Ну. Существует срок ответа на претензию? Ну, почему нет? В смысле, почему нет? Я вас спрашиваю. По любому обращению гражданина, пожалуйста, потребителя, нужно 10-дневный срок оплатить. Ответьте, 10-дневный срок. Какая статья? Не помню, я что, должен помнить. Вы, наверное, 31-ю имеете в виду, да? Может быть. По оказанию суд, правильно? Ну, 31-я статья. Ну, давайте так, вы что хотите? Ну, не важно. Я сейчас продолжу. Я знаю, что я думаю, я продолжу. Это я лично понимаю, что вы хотите. 31-я статья. Я вам подсказываю. Я с вами разговаривать не буду. Пожалуйста. Почему? Не хочу. Ну, почему? Да не нервничайте. Я не хочу. Да все нормально, конечно нормально. Когда деньги брать с клиентки, вы хотите разговаривать? Когда человек обращался, почему? А когда претензия, вы не хотите разговаривать? Почему нет? Вы еще ее не озвучили и не представили в компанию. Как это она представила? Вы поймите, я не занимался рассмотрением этой претензии. Я не знаю, что решалось в этой претензии. Вот она претензия. Вот претензия. Но я ее не читал. Понравите? Нет, я ее ответы не давал. Зачем мне? Почему? А потому что есть руководитель, который принимает программу. Это замгенеральный директор. Но это ничего не значит, что я принимаю решение под своим должностным обязанностям, связанным с этой претензией. Для этого есть генеральный директор. На тот момент был этот вопрос. Хорошо. Но вы мне объяснили, как лицо ведущего переговора с моей доверительницей, что значит вот эти 30% сверхсумны вознаграждения по договору. Генеральным директором был утвержден такой текст. Ну вы-то можете мне объяснить, как обычному потребителю? Что это значит? Ну, наверное, давайте посмотрим. Правильно я понимаю, что стоимость договора 45 тысяч рублей? Нет, сверху этой суммы вы не должны ничего сказать. А почему тогда так написано, что данная сумма является... Нет, так же... Я же не знаю, кто написал там что-то. Ну, давайте почитаем. Так это ваш ответ, который вы мне даете. Я вам ничего не давал. Подождите, вы юрист, да? Правильно? Точно юрист. Юрист, точно. Значит, обращаюсь к вам... Я не обращаюсь к вам как физлицу. Я обращаюсь к вам как представительной организации. Тогда вы же обращаться должны к кому? Кому? К представительной организации. А вы не представитель? Я для этого представитель организации, который решает эти вопросы. Это генеральный директор. Вы представились мне как заместитель генерального директора. Ну, вы же понимаете, в каждой компании... Девушка еще не является генеральным директором. Она только собирается им стать. Ну, у нас есть генеральный директор. Ну, ладно. Я буду вам ответить. Когда будет... Я с вами разговариваю. Что-то такого-то я не понимаю. Ничего. Почему вы не хотите поговорить? Ну, не хочу. А почему? А это же мое желание? Или я должен вам его объяснить? Ну, конечно, потому что у них стоит предприятие. Но при этом я не должен вам ничего объяснить. Почему? Ну, потому что не хочу. Ну, вы же понимаете, что вас люди увидят. И что? Напишут, что вы не очень умный юрист. Ну, и хорошо. Причем наглый юрист, который не хочет с потребителями общаться. Ну, хорошо. Ну, ничего хорошего нет. Это будет мнение людей. Правильно. И то вам потеряете кредитуру. И что дальше? И дальше что? Вместо того, чтобы прийти, выслушать, пообщаться спокойно. Так вам разве кто-то отказывает в этом вопросе? Так вы обратились. Согласны? Я не хочу читать глупые бумажки. Вот я сейчас представил. Так не читайте. Пожалуйста. У вас есть право обращения в суд. Да я знаю свои права. Если вы с чем-то не согласны с той позицией, которая у нас возникает гражданское правовое отношение. Берете, идете в суд, доказываете с нас. А я не к этому веду-то. Вы поймите. Вот вы что пришли, попугать? Да не пугать. Я с вами разговаривать пришел, а вы не хотите. Я не хочу. А почему? Пожалуйста, обратись в компетентные органы, пусть они меня вызовут. Я с ними буду уже общаться. А с вами не хочу. А вызов? А почему? Вы же с клиентом разговариваете в моем лице. Нет пока. Как нет? А я не знаю, кто вы такой. Я доверенное лицо. Где это написано? Вы представитель. Ну, пожалуйста. Что, теперь можно я представитель? Пожалуйста, представляйте. Или доверенность нужна? Ну, обойдемся без доверенности. Отлично. Вот уже лучше. Вы мне можете все-таки прокомментировать это или нет? Нет. А прокомментировать то, что все судебные дела мы должны вести во Всеволожском районном суде. Почему? Согласно вашему договору. Договорная подсудность. Какая? А почему именно в районном-то суде? Вот у нас цена иска будет 45 тысяч рублей. Это подсудность мировому суду. Я понимаю. А почему в районном-то мы должны судиться? 100 тысяч, я понимаю, можно. Ну, опять же, вы понимаете, я человек в данном случае подневольный. Текст данного договора утверждался генеральный директор. А где генеральный директор? Может он подъехать? Это не ко мне вопрос. А к кому? К нему. А его нет. А его нет. А где он? Вот это? Нет, он с утра был, где-то часов до 11, потом уехал. Нет, просто я-то с вами почему разговариваю? Вы могли бы мне что-то объяснить, и может быть, меня это удовлетворило. А поскольку вы мне ничего не объясняете, подсудность, статья 16 закона о защите права, потребителя. Вам известно? Конечно, известно. Может выбираться, но она также может выбираться. В смысле может выбираться? Ну, она может рассматриваться, то есть, истец может подавать либо поместное ухождение ответчика, либо поместный свёд. Да нет, это не та статья, мы же перепутали статью. Ну, может быть. Статья 16, говорит о недействительном условии договора, который ущемbiает его права. Вот статья 16, о чём говорит. Пожалуйста, идите в суд, докажите это суду. А это не надо доказывать. Суд примет решение, скажет да, пожалуйста. Вы все это не поняли. Недействительность договора, недействительность условий договора. Я не хочу с вами общаться. Не хотите? Нет. Хорошо, прекрасно. А вы знаете, я просто вынужден вам сказать, задать вопрос, как будущему генеральному директору и не владеющему юридическим образованием, не имеющему юридическому образованию, вы знаете, что за все несет ответственность генеральный директор, да? За все, что вот эти два удивительных человека, да? За все будете вы потом, да, несете ответственность? Так, копия есть, это есть. Ответ мне как-нибудь завизируете вот этот. Так, есть. И вот два запросика на предоставление документов, желательно нам сейчас их получить. На одном тоже подпись. Стоимость адвоката. А что за адвокат, я не пойму вам? Три пятьсот. Что за чудный адвокат? Ну, был назначен адвокат. Какой именно конкретно? Фамилия имеешь там? Его регистрационный номер есть у него? Есть. И так что, ордер какой-то он выписывал? В адвокатскую палату он доложил этот чек? Свои услуги? Я это не могу вам спросить. Как не можете? Клиентка просила назначить адвоката. Почему вы клиентке указываете сумма, которая по вашему договору нет этой суммы? Нет суммы. Мы сейчас даже вернемся к тому, что вы ее сразу же одним договором заключили и на суд. А вероятно вам, ну, видите, у вас нет юристического образования. С юристами было бы интересно, но они не хотят. Кстати, вы заключили договор сразу на представление интересов в ГИБДД и сразу на суд. А почему вы на суд сразу заключили клиента? Вы сразу полагали, что суд будет по ДТП или что? Вы же даже мне говорили, что я его проиграю, что меня прав лишат. Я уже даже не помню, о чем был договор с вами. Вы что думаете, вы единственный человек? Присыпку используйте, присыпку руки потеть не будут. Вы уже такой опытный, я уже вас не раз видел. Во всех видео, конечно. Серьезно? Поэтому приходите сразу с присыпкой, будет интереснее. С присыпкой? Да, будете сразу всем выдавать, все будут вас бояться и так далее. Хорошая мысль на самом деле, чтобы дискомфорта вам много не доставлять. Вы мне вообще никакого дискомфорта не доставляли. Это видно. Скажите, пожалуйста, почему вы сразу клиента заключили на суд? Я ничего не объяснять не буду, потому что, во-первых, это было давно и я уже не помню, что было по договору. Ну, если мы можем вам договорчик показать, вы можете прокомментировать? Я не хочу общаться с вами. Почему? Ну, не хочу. Ну, заключая договор сразу на суд, так мне не надо вас заставлять как клиент. Я имею право попросить комментарий у вас, как у юриста, который заключал договор непосредственно с моей доверительницей, прокомментировать. Я же заключал от чего имени? От чего? От имени. Ну, читайте договор, вы же юрист. От организации. Ну, вы поймите простую вещь. Тогда обращаться вы к кому должны? Организации. Вот и обращайтесь. Хорошо. Давайте подробно. Как установлено... Юридическое лицо к уголовной ответственности может быть привлечено? Какая разница, может быть. Ну, я просто вам спросил, вопрос задал. Какая разница? Ну, как вы думаете, как юрист? Может быть? Почему я вам должен отвечать? Вы не знаете, может юридическое лицо? Нет, я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Так вот, юридическое лицо к уголовной ответственности привлечено быть не может. Да вы что? Только физическое, понимаете, да? Вы мне как бы бывшему следователю рассказываете этот вопрос. Я знаю. То есть, так что сразу-то не сказали? Я что, на экзамене у вас? Так я к тому говорю, что вы не можете говорить, что вы с кем заключали договор. С юрлицом туда и идите. Нет юрлица. Есть конкретные персонажи, типа вас. По-хамски вы себе ведете. По-хамски это как? Сошлитесь на норму права. А вы еще юрист? Я надеюсь. По-хамски ведут те, кто ничего не сделали, а бабки забирают у человека. Вкручиваем какую-то историю, что адвокату 3 500 они заплатили. На каком основании заплатили? Это в договоре есть? Нет. Почему платили адвокату? Ладно, заплатили адвокату. Все документы или копии подписаны. Это ваши. Это ваши проблемы, что вы кому-то адвокату заплатили 3 500. Это не проблема моего клиента. Потому что договором не предусматривается. Договором не предусмотрено это. Это мы работаем не на видео, мы работаем для суда. А, для суда. Понимаете, да? Это видеофиксация, как доказательство для суда. Ясно. 3 500 на каком основании платили и требуете с клиента? Я не знаю на каком основании. Вы сейчас что от нас хотите? Клиента 3 500. А вы у нее взяли эти деньги? Я у нее ничего не брал. Как? Вы не работаете здесь? Я у нее лично с этого клиента ничего не брал. Так а что вы лезете в разговор-то тогда? Я просто вас хочу к порядку привести. Что, серьезно что ли? Вы сейчас зашли и не представились. Кто вы такой? Чего? Предоставьте мне. Потом через 5 минут разговора. Моя фамилия Матвеев Игорь Владимирович. Через 5 минут разговора выясняется, что вы представитель клиента. И пошло по... А что, сразу нельзя было с этого? Клиент не может зайти и не представиться? Нет, а с этого нельзя было. Чего нет-то? Клиент может зайти и не представиться? Может, конечно. Но только что мне это... А вы-то ведь зашли не с этой целью, чтобы клиент пришел сюда проконсультироваться или что-то... Да какая вам разница с какой целью? Да очень такая нормальная разница. Мне непонятно, кто сюда заходят люди с видеофиксацией и так далее, и так далее. Так вам не надо понимать это. Вам не надо. Да почему вам надо это понимать? Почему? Вы ко мне пришли, а не я к вам пришел. Я к вам пришел? Да, конечно. Куда? Я вот здесь сижу, в этом кабинете. Так сидите дальше, в чем проблема-то? Ну а у вас здесь не должно находиться. Кто вам такое сказал? Да я такое говорю. А кто вы такой? Вы кто такой? Я домой к вам что-то пришел? Во-первых, это, значит, это помещение. Человек, который арендует, меня сюда и посадил его. Ну и прекрасно сидите. А здесь вас нет в списках. А я должен быть в списке? Конечно, что в списке есть. То есть любой клиент, который приходит, он в списки попадает? Да клиент так не заходит, как вы зашли. Как я зашел? Нехорошо вы зашли. А нехорошо? Конечно. Что нарушил? Нехорошо вы заходите. А что вы все одно и то же-то плетете? Возьмите, убейте меня знаниями и неиспруденции. И все. И зритель послушает, скажет, да Матвеев вообще лошара. Давайте убейте меня знаниями и неиспруденции. Так и есть. Хотите посоревноваться с вами? Да еще что с вами соревноваться? А что так? Представьте, зритель, нифига Матвеева умыли, как скажут. Вот молодец адвокат. Я хочу поговорить с вами, почему с клиентки содрали 3500 за непонятного адвоката. Я не знаю, потому что шла определенная работа. Так, какая определенная работа? Кем определенная? Работа определенная в договоре. В предмете договора. Секунду. В договоре, в предмете, знаете, что такое предмет договора? Да, конечно. Расписано все, что вы должны сделать. Там нет никакого адвоката дополнительно 3500. Что он сделал за 3500? Также вы ссылаетесь в своем ответе, что вы упустили какую-то выгоду. Вы как юристы должны знать, что любую упущенную выгоду вы должны обосновать. Какую выгоду, где у кого вы неожиданно упустили. Вы не можете забирать себе эти деньги. Права не имеете. Вы не можете определять подсудность в городе Всеволожске. Даже не так звучит в вашем договоре. А во Всеволожском районном суде. Ну, у нас цена вопроса 45000. Это подсудность мирового суда. А вы нас отправляете в районный суд. Вы вообще понимаете, какие договоры вы вообще пишете? Вы даже не знаете, что такое задаток. Напишите задаток, и проблем не будет. Вы написали какую-то чушь про упущенную выгоду. Вы должны нам деньги, клиентки мои, вернуть полностью. Если вы не хотите, чтобы мы зашли в процесс. Вам это не нужно. Для чего это надо? Во-первых, мы зайдем в Роспотребнадзор за внесение в договор пунктов, ущемляющих права потребителя. Вы будете привлечены к административной ответственности. Вы наверняка должны это знать. По поводу уголовки я не зря бывшему следователю, не зря бывшему говорил, что да, мы пытаемся. Потому что я к этому подводил по поводу того пункта, когда вы заключили в пункт, в договор вписан по поводу представления ее интересов в суде. А почему вы решили сразу при заключении договора, что будет суд? Кто вам такой сказал? Вам статья 28.9 Кодекса об административных правонарушениях что-нибудь говорит? Как юрист. Знаете, что это такое? Прекращение административного дела до передачи материалов, например, судье. Вы не могли знать, будет ли суд вообще. Но вы берете с нее за это деньги. Это первое. Второе. В вашем договоре четко расписан предмет. Но по каждому действию у вас не расписано, сколько что стоит. А значит, если что-то не выполнено и нет прайс-листа, значит, вы должны вернуть все деньги, значит, услуга не оказана. Поэтому я вас, друзья, призываю вернуть девушке все деньги, подумать пару дней. Созвониться, вернуть деньги, я вам оставлю свой телефон, можете мне позвонить. Плюс юридические расходы, это будет вам наука. Все. И мы не имеем, по-моему, никаких претензий. Понимаете? Вам должно быть это понятно, как человеку, умеющему решать вопросы. Правда ведь? Тишина. Я слушаю вас внимательно. Внимательно. Ну вот я надеюсь, что все-таки вы рассмотрите этот вопрос, вернете все деньги, и мы его закроем. То, что будет говорить товарищ следователь, что все это фигня, ну пусть говорит. Мы посмотрим потом, что это фигня. Я могу сейчас получить все документы? Почему? Почему? То есть ничего не готово. Мы правильно понимаем? Людей, клиентов тут, я не какой-то работы, там все кипит, как бы некогда нас обслужить, я не вижу. Если подготовили какие-то документы для моей доверительницы, я прошу сейчас немедленно распечатать. Если они есть, я сейчас на месте прямо изучу их, посмотрю, оценю их на предмет вообще качественности и так далее. Мы с вами дальше обсудим. Есть какие-то документы? Какие документы есть? Ну вы что-то документы готовили какие-то там? Как в предмете вы пишете заявления, претензии, ходатайства там, что там только не написано. Что-то было, это надо связаться с юристом непосредственно, кто с ней работал. Вот. Что связывается? Давайте его позовем. Сейчас можете связаться? Вот сейчас, вот свяжитесь, скажите. Юрист, здравствуйте. Мне надо несколько дней. Он же мне писал, что он сделал. Я вам сейчас покажу. Вы сейчас распечатайте мне эти документы, позвоните ему. Я не думаю, что он сидит весь залезный в работе. Если я даже сейчас позвоню, каким образом я сейчас вам их распечатаю. Скинет вам на почту. Он не сидит дома сейчас, допустим, за компьютером. Может он сейчас находится в суде непосредственно. В суде непосредственно. Он прям побежит и скинет документы? Ну хорошо, да. Если бы как юрист, вы бы так сделали? Конечно. Вы были бы на заседании, вам бы позвонили, вы бы быстро побежали и распечатали. Сейчас ты кинули на флешку, кому-то еще там скану и скану. Теперь слушаем правильный ответ. Это ваш ответ. Ваш. Правильно? Понимаете, куда я кладу? Правильно, да. Правильно. Когда вы описываете все работы, которые вы осуществили на данный момент, здесь вы не пишете ни слова, ни полуслова по подготовленным документам. Все лужа, глубокая. Поэтому я спросил, сейчас документы какие-то будут? Сейчас будут. Все прекрасно. Здесь поставьте мне отметку, что вы приняли запрос и отказали. Ну, отказали, что не надо писать. Не надо писать, отказывали. Ну, не надо, не надо. Нет, просто напишите, что приняла запрос. Все. Все остальное мы видим на видео, что нет. Вы договор отдали ответ. Деньги не забыли взыскать. Указали, что или не указали, какие документы были готовы. Мы делаем вот что нет. Потому что при протяжении договора, да, мы должны оплатить реально понесенные расходы. В связи с тем, что здесь расходы вы никакие не указываете, кроме нелепой суммы за адвоката, значит, ничего вы не готовили. Правильно? А по поводу того, что вы заключаете договор сразу на суд, игнорируя полностью статью 28.9, не зная, будет ли суд или нет, ну, это, видимо, ваша квалификация такая. В общем, не буду больше вас мучить. Подумайте, если что, звоните. А сейчас свой телефончик, телефон, кстати, есть. Вот мой телефон. Звоните, всегда буду рад вас слышать. Здравствуйте снова. Здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуйте. У нас нормально, у вас как? У нас тоже великолепно. Ну что, вы вступили в должность меня, генерального директора? Нет. Получили от вас часть оплаты. Хотим понять, чтобы вы нам немножко расшифровали ваш ответ. 45 тысяч рублей было вам оплачено. 30% в этих 13500. Остается 31500. 31500 рублей. А вы вернули 21000. Там была проделана работа. А какая? Можете пояснить? Просто нам непонятно. Там в вашем ответе написано, что вы наняли адвоката. И вот это все, что вы наняли адвоката, это стоит, получается, по вашему мнению? Ну, час три с половиной получается. Что? Три с половиной часа. Какой час? Работа адвоката. А мы откуда это знаем? В нашем договоре это где-то присутствует? Я приложила ордер адвоката, что непосредственно он ездил. Непосредственно ездил? Куда? Ну, в суд куда-то. В суд ездил? Сейчас, секунду. В какой суд он ездил? ГИБДД уезжал. ГИБДД. А что он там делал? Какую он работу провел там? Нет, вы сейчас что хотите? Ну, я вопрос простой задал. А нам сейчас что хотите? Прямо денег помогает? Ну, вы можете выжать в полицию. Суд через суд? В смысле? Так нет, мы просто из вашего ответа не совсем понятно. 9500 рублей. Куда ушли? Вы говорите, он ездил в ГИБДД. Сначала, говорит, ты ездил в суд? Соответственно, выезд адвокатом и выдадут в суд. Я просто немножко не... Хорошо. Он ездил туда. Для чего? Он не цепляет. Я не цепляю. Для чего он туда ездил? Вы сказали мне, что я могу разговаривать с вами. Поэтому я с вами и разговариваю. Поэтому мне цепляться придется за ваши слова. Вы уж извините. Для чего он туда ездил? По делу. Правильно, передали дело. Посредственно адвокату Савчинку. Что он там сделал-то по этому делу на 9500 рублей? Ну, я вам не скажу что. В смысле? А как нам узнать? Вы даете, мы же договор с вами закрыли. Потребитель обязан ваши затраты оплатить. Так вот я и пытаюсь понять, какие затраты у вас были. Вот 9500 рублей, что это за затраты? ГИБДД, адвокаты. Так. Вот. Все? Так что он там сделал-то? Приехал, посмотрел на дверь и уехал? Или что? Все-таки он может что-то сделал? Знакомился, сделал, например. Пообщался, дознавать. Возможно, возможно. А, не точно, не знаете, не в курсе. Можете уточнить? Вы же подписывали наверняка какой-то акт, выполненных работ с этим адвокатом. Что он сделал? Он же вам доложил. Или нет? Я на тот момент не вела это дело, я не могу сказать честно. Вот если бы это было под моим контролем, я бы вам все равно... Подождите, вы говорите, я разговариваю с вами, но вы не можете ничего пояснить. Все, что я знаю, я вам говорю, правильно? Так этого недостаточно. Вы закрыли, вы дали ответ, понимаете? И в этом ответе вы не указываете, что конкретно вы сделали. Мы же имеем право получить результат работ за 9500 рублей, правильно? Правильно. Так дайте нам этот результат. Может, просто позвоните кому-нибудь, спросите? То же самое ответственное. В смысле? Просто я сидел и все, отстаньте от меня. 9500, все, с приветом на этом. Адвокат Савченко. Что касаемо вашего ответа, вашего генерального директора, который написал, что досудебный порядок, ну это в переговорах с моей доверительностью, когда мы потребовали, когда доверительница потребовала возместить судебную, рассудованную юридическую помощь, на мою, вы написали, ну, ваш руководитель, написал, что досудебный порядок не оплачивается, но только ваш руководитель задал простую вещь. 8-го числа она подала, 18-го числа ноября, вы никак не отреагировали, поэтому после этой даты она обратилась... Мы отправили письмо, соответственно, с момента... Вы деньги вернули ей? Деньги вернули ей? А вы написали, вы доставили реквизиты банка, где были реквизиты? А что, это обязательно для возврата денег? А куда я их должна? Вы не знаете? А куда? Куда угодно. Вы обязаны были вернуть деньги. Например, я вам подсказываю, почтовым переводом, если у вас нет реквизитов, вы отправляете письмо, вместо того, чтобы позвонить клиенту... Да, ага, здравствуйте, Анкун. Как вопрос? Пришли, вот... 3 500, можно ли мы 3 часа. Что он сделал, адвокат, сообщим-то? За эти деньги. Если вы так переживали на клиента, значит, вы должны были позвонить клиенту и попросить скинуть быстро-быстро реквизиты. А если уж просто, говорите, мы письмо отправили, пока письмо идет, пока она получит, вы обязаны в 10-дневный срок вернуть ей деньги и почтовым переводом. Я просто в этом плане немножко еще не знаю, как это все правильно делать, а как мне говорили, я делала... Хорошо, кто директор сказал? Был выезд ГИБДД, была беседа с инспектором. Какого числа? С сентября. 17-го с сентября он туда выезжал? Или ордер заключили с ним 17 октября? Нет, он заезжал туда, непосредственно общения было. Вы лжете этого ордера? Он же мне звонил. Он никуда не поехал 17. Вот как мне передали, сейчас была беседа с инспектором, и было подано ходатайство на экспертизу. Непосредственно так, как вы не согласовались на экспертизу, который как раз и произошел конфликт после этого, да, то, что вас заставляет его делать. Насологию? Да. И до сих пор никто не понял, зачем вы пытались ее сделать, и почему он из меня день не вышел на нее. То есть он приехал туда, подал ходатайство, да? С материалами дела знакомился? Да, конечно. Где они, покажите? Ну, у нас их нет. А где они? Мы хотим получить за наши деньги результат работы. У меня, вы сейчас что хотите? У меня сейчас ничего нет, правильно? Договор заключали с вами, не с адвокатом, с адвокатом вы заключили соглашение. и чисто нагло что-то просите, вымогаете. Нагло? Нагло прошу, вымогаете? Нет, вы сейчас снова меня просите. Идите подавайте в суд на компанию, соответственно, через суд и деньги. Вы сейчас, когда вы мне сейчас говорите, вы действительно наивно полагаете, что я так и поступлю сейчас, прям встану и иду, да? Да. Вы серьезно сейчас или шутите? Я надеюсь, шутите. Да, сегодня же 1 апреля. Сейчас я просто общаюсь с вами, пытаюсь понять, стоит ли мне сейчас полицию вызывать или нет? Объясню почему. У меня мнение, что вы заключили договор без цели его исполнения. А это 159-я статья УГАИ РФ. Вот, общаясь сейчас с вами, пытаясь получить у вас информацию, я пытаюсь понять, есть необходимость вызывать полицию, либо нет. Нету. Нету. Я тоже надеюсь, что так и есть. Мы так не работаем. В словах ничего не стоит. Я хочу получить ответ. Если адвокат выезжал в интересах клиента, в ГИБДД, он должен был ознакомиться с материалами дела. Ну, возможно, он ознакомился, но а какие материалы у нас должны быть? Как это, какие? У нас договор с вами. Если вы нанимаете стороннее лицо для представления интересов, вы должны с него требовать. Ну, вы приехали, допустим, ознакомиться с делом, правильно? Вы его фотографируете или что делаете? За игре не пишется. Собоградайся. Ну, а эти документы, они у вас, по-моему, или как? Ну, у меня сейчас... Кому звонить? Сакченкову или Антонову? В деле должно быть. В каком деле? В вашем деле, который вы у себя навели? Я вообще просто интересуюсь. По административным делам должны быть. Это понятно. Прежде чем подать ходатайство, друзья, что-то вам объясню. Тут даже юридического образования не нужно. Прежде чем подать ходатайство о проведении, например, тросологии, необходимо сначала ознакомиться с материалами дела. Это фотофиксация всего материала, который у адвоката есть. Он потом уезжает, анализирует и принимает какое-то решение после чего подает ходатайство. Сейчас я вам в данный момент ничего не предоставлю. По почте вышли. По какой почте? Клиенту непосредственно. У меня сейчас их нет. Такова же должны быть. Даже до того момента вы должны были передать. Вот когда вы с нее содрали 9500 за адвоката, ну вы считаете, что это он заработал, вы должны в тот же момент передать ей результат, понимаете, да, за который она заплатила. А вы деньги удерживаете ее, а результат не передаете, говорите, опять про какую-то почту. Почему я вам и говорил сейчас, что я пытаюсь понять, есть ли состав ваших детей или нет. Все, что мне передали, это вот корешок ордера непосредственно. Мне не корешок нужно, это ваши проблемы, это ваши внутренние документы. И вы этот корешок ордера клиенту показывать не должны. У нас договор с вами, вы должны были нам предоставить отчет по проделанной работе. С адвокатом мы разберемся, мы сейчас жалобу напишем в адвокатскую палату. Они, конечно, думают, что мы не знаем, как это делать, потому что наш адвокат, конечно, на него напрямую жаловаться не будет. Мы делаем это через Минюст. Пишем жалобу в Минюст, Минюст направляет наше письмо в адвокатскую палату, они разбираются, потому что просто гражданин в адвокатскую палату обратиться не имеет права, его рассматривать не будет. Ну ладно, давайте перейдем к 30%. С этим понятно, ничего не сделано, читаться его перед нами не может. 30% вы удерживаете их по той причине, что это упущенная выгода. Правильно? Знаете, что это такое? Упущенная выгода. Упущенная выгода это убытки организации, которые организация понесла ввиду недобросовестных действий второй стороны. А теперь объясните мне, какие недобросовестные действия вы усматриваете употребителя, который реализовал свое право на расторжение договора. Объясняйте. Жду. Вы не юрист, вы юрист. Может, поможете руководителю? Вы думаете или просто не хотите разговаривать? Нет, я не хочу. Не хотите разговаривать? Я сейчас вызвал полицию, потому что я усматриваю ваши действия в состав стати 159 УК РФ, потому что вы заключали договор с ним доверителем без цели его исполнения. Это-то вам знакомо, надеюсь? Выживайте, вызывайте. Вы уверены или все-таки вы мне сейчас объясните? Да, вызывайте. В суд на меня подайте, письменно напишите претензию. Давайте. Сейчас и напишите, конечно, вот прям сейчас и напишите. Сейчас напишите. Давайте, давайте, потом по 36-й еще поедете. Здравствуйте. Будьте на ряд, добры, на ряд полиции, мне нужен сотрудник, оперативный работник, либо сотрудник АБЭП. Что случилось? Юридическая фирма заключила договор с клиентом, с потребителем без цели его исполнения. Деньги не возвращают. Давайте, чтобы время не терять, я вам копию искового заявления сразу передам. Напомню, уже говорил, что гражданский процесс не исключает уголовного. примите и на моем экземпляре поставьте отметочку. А потом будете изучать отметочку поставьте мне, привет. А моторопсиси куда? Нет. У него год. А что? А Игорь Алексеевич Г, это кто такой? Это собственник. Собственник чего? Компании. Собственный минеральный директор? Нет, собственный учредитель. Учредитель. А как фамилия? Игорь Алексеевич. То есть вы, я так понимаю, на его личную карту принимаете оплату, да? Вот у вас таблички специальные висят для клиентов. У нас через терминал все. А номер карты личный зачем тогда? Это для меня нужно. Вы переводите и там под монитором у вас лежит для вас, чтобы не забывать, видимо, и здесь вот лежит. И что для этого? Для меня, чтобы я не забыла правильно для моих личных лучших. Валерий, скрин делаем? В налоговой напишем, пускай проверят. Трогайте, пожалуйста. Я подписывать ничего не буду пока. Вы примите. Почему? Вы отказываетесь принять исковое заявление? Почему? Вы изговорили через суд. Почту присылайте. По почте? Зачем? Я ничего подписываю. А что я не имею права принять? Я приму, но подписывать я ничего не буду. Почему? Вы обязаны получить корреспонденцию на вашу услуги? Нет. Почему нет? Вы в договоре пишите с прайслистом ознакомлено. Покажите, где он. Ольга Владимировна. Прайслист можно получить? Нет. Нельзя, да? Отказываете нам, да? Да. Хорошо, спасибо. А какое отношение вы имеете к ООО правозащитник? Ольга Владимировна. Я не буду с вами разговаривать. Ну, нет. Ладно. Все. Я просто просил, просто вы же называете... Повторить. Вы же миолог называете? Да. А здесь правозащитник. Резонный вопрос. Я вам что-то сейчас... Я вам сейчас ничего не обязана вот этим вот, правильно? Вот это вот нет. А вы не скажете, что за компания правозащитник? Тоже не в курсе, да? Ну, вы работаете здесь, юрист, да? Угу. Угу. Не слышали правозащитник? Вот благодаряшное письмо на стене висит. Не слышали такое, да? Да. Хамское отношение некачественная работа по решению суда. Больше года не возвращают деньги по суду и так далее. Моя история вкратце. 11 декабря 18-го заключила договор с своего правозащитника. Сразу оплатила 50 тысяч рублей. До апреля 19-го особым делом никто не занимался. А все исковые заявления, которые оставлял мой адвокат, были с ошибками и их постоянно возвращали. Подошла Котову, чтобы он поменял мне адвоката, либо выполнили работу качественно. Но, к сожалению, этот вопрос не был решен. Я решил вернуть 50 тысяч рублей. Путем многочисленных моих требований, претензий к рождению мне вернули только часть. 25 и 5 тысяч рублей и сказали, что у компании финансовые трудности и остальных денег не ждите. А если что-то не нравится, идите в суд. Все как сейчас. Ничего не меняется. А вы думаете, что вы сейчас приехали, мы еще вам вернемся, потом деньги нет. О, как цинично улыбаешься. Ой, какая. А почему не вернете-то? Мы сели бы сейчас за стол, поговорили бы и вы вернули бы деньги. Сохранили бы, что нет. Что, прилипли уже? У нас вмогательство? Серьезно? Вы сейчас напишите обязательно на меня заявление. Я обязательно напишу. Давайте, прекрасно. Если вмогательство не прокатишь, то получите заявление в отношении себя по 306-й. А вы оперативный работник, да, Олег? Да, да, да. Значит, следующее. Моя доверительница заключила договор в этой юридической компании. Вот. И услуги никакие не были оказаны. Вернули деньги и 21 тысяча рублей, а остальные деньги. То есть, замаскировали, ну, простым языком, уголовное преступление, гражданско-правовыми отношениями. Якобы какая-то лкущенная выгода, которой нет, какой-то адвокат, причем отчеты не предоставляют, ничего не делают. Какой-то юрист тут, который сидел там, один еще, подчистил компьютер у себя. Молит она заплатила? 45 тысяч. Да, хотим, чтобы вы, ну, если сочтете необходимым, произвели осмотр места. Необходимым. По-любому сочтем. И здесь еще мы обнаружили такую записочку на столе у руководителя. Личный номер карты. То есть, я так понимаю, что все клиенты, которые, ну, не все пускай, но какая-то часть, переводят деньги на личную карту руководителя. Хорошо, скоро будем. Спасибо. Субтитры подогнал Игорь Негода.